Добрый день! Сегодня делаю еще одну зарисовочку с дорог Лондона и заодно поговорим, как живут англичане и чем они отличаются от наших. Как я уже сказал во вчерашнем таком видео с патио, что англичане как бы такие как мы, но на самом деле не такие. Почему? Потому что многие из них тяжело работают для того, чтобы иметь то, что они имеют. Ну во-первых, каждую страну определяет, то есть правительство, которое выбирает народ, по идее и как правило всегда похоже в основе своей на тех людей, которые выбрали такое правительство. Если в Великобритании, да, монархия, но парламент выбирает то народ правильно, и как правило парламентарии или люди, которые представляют народ, в большой степени пекутся о том, чтобы их выбрали на следующий срок. Вот. И если общество, там Лондона или английское, реагирует на все попытки правительства сделать какие-то изменения, выходит на демонстрации, то есть показывает свою активность. То есть если общество активно, то в общем-то и правительство работает для того, чтобы удовлетворить запросы общества. Если же это так, как на Украине, каждая часть общества живет сама по себе, то есть голова живет своей жизнью, тело своей жизнью, ну и каждая часть тела своей жизнью. Так примерно как, в общем-то, в сумасшедшем доме находятся люди. Причем в диком сумасшедшем доме. Сейчас отвлекусь от заумных разговоров и поговорю о дорогах. Сегодня воскресенье, лето, да. Колоссальное количество людей с Лондона разъехалось в места отдыха, потому что закончила школа. И это мгновенно сразу чувствуется на дорогах. Мы сейчас едем по дороге, которая всегда утром загружена очень сильно. Сегодня она пустая. В это время, даже в воскресенье, обычно здесь много машин. Но пока довольно спокойно. Все сейчас на побережье моря. Много англичан разъезжается по странам Испания, еще куда-то в экзотические. В Индию очень любят отсюда люди ездить. Почему? Потому что та зарплата, которую получает, ну возьмем рядовой парисичный великобританец, позволяет скопить деньги на то, чтобы раз в году, два раза, четыре раза, двенадцати раз в году поехать куда-то отдохнуть. Это, конечно, не касается тех, кто находится на заработках. Потому что разница между зарабетчанами, одна категория, эмигрантами, вторая категория, и англичанами, это очень-очень существенно. Каждый понимает, что родившись, живя в стране, имея кучу друзей, владея в совершенстве местным языком, у вас совсем другие возможности и совсем другие взгляды на жизнь. Поэтому, кто приезжает сюда на заработки, говорить о том, что здесь можно заработать денег, это, конечно, неправильно, потому что здесь зарабатывают деньги наши, которые на заработках, или, так сказать, бизнес-нен, и очень многие, в основном, на китках. То есть набирают рабочих, рабочие работают, начинаются какие-то мелкие проблемки, типа нет денег, нет денег, а человек в это время покупает дом, закрывает компанию, открывает другую. Вот. И все долги остаются на старой компании. Здесь такой закон и такая практика есть. Поэтому, если кто-то смотрит из тех, кто на заработках находится в Великобритании, думает сюда ехать, если вам задерживают больше, чем неделя зарплату, значит, такую работу нужно стараться забывать про нее, чтобы не потерять больше. Потому что, когда у вас накапливается сумма долга 2, 3, 5 тысяч фунтов, человек, которому должны столько денег, думает, а вот все-таки должны заплатить, а еще поработаю недельку, месяц, другую, здесь принята недельная оплата за ваш труд. Или на некоторых работах каждый день. Ну, в основном, в конце недели по пятницам или субботам. Или переводом на счет, или наличкой. Вот сейчас мы едем по типичному Лондону. Лондон весь такой. Дома, как правило, частные. Есть дома, которые принадлежат муниципальной службе, которая выдает нуждающимся по необходимости. Вот машинка едет с пробитым колесом. Здесь интересная штука происходит. То есть, если у вас есть страховки, и если банк или страховая компания обеспечивает вам такой своеобразный сервис по ремонту машин, то люди даже сами не меняют колесо. Как правило, они сводят на сервис, сервис приезжает и меняет колесо. А по многим, по правилам дорожного движения, если вы колесо пробили на автомагистрали, то вы не имеете права сами поменять колесо. Это должна сделать техническая служба, которая приедет это сделать. Вот. Весь Лондон вот такой. Вот так он выглядит. Такие домики, они могут отличаться внешне, в зависимости от того, когда они были построены. Дома, которым по 100 лет, имеют совсем другой вид. 150, другой вид. Эти дома где-то 50-60 лет, вполне возможно, послевоенные. Они имеют совсем другой вид. Каждый район выглядит совсем по-другому. И опытные строители, архитекторы четко знают, глядя на вид дома. Вот этому дому... How much is it? Maybe 100 years? This house? Well, everything here. This is the 50s. Эти дома по 50 лет, другие трехэтажные, которые проехали по 100 лет. Вот примерно так. Работ строительных очень много. Вот березка русская растет. Русская или не русская? Берч. Березка. Вот. Многие дороги заставлены автомобилями. Потому что, сами понимаете, парковка здесь, как в Германии, не будут строить многоэтажные парковки. В частных районах каждый ставит напротив своего дома машину. Очень много районов, в которых муниципальная служба запрещает ставить машины чужаков. То есть, вы должны оплачивать это, если есть такая услуга. Но очень много парковок напротив домов, которые позволяют ставить машину только на месте местным проживающим. То есть, тем людям, которые живут здесь. Вот. Ограничения везде. Колоссальное количество бамповцев. Я бамповцев вот этих таких блямп асфальтовых. Значит, вчера мне пришла очередной штраф на то, что я повернул где-то вне неправильно налево, где был запрещен. Я не видел поворота. Но камера сработала, номер машины пришло. Короче, штраф пришел 65 фунтов или 130, или 195. Опять, в зависимости от того, как быстро я оплачу штраф. Вот. Здесь, видите, дома другого плана. Но примерно они все вот такого двухэтажные. В некоторых местах это дом на одну семью. Но во многих случаях в каждом таком домике живет 2-3 семьи. Очень часто. Но здесь, скорее всего, дом на одну семью. Каждый домик имеет внутренний дворик. У кого-то больше, у кого-то меньше. В фильме, там, где я рассказываю, строим английскую апатию, там сад порядка, то есть участок 50 метров длиной. Но это круто для Лондона, потому что это цена. А вот таких домиков может быть порядка 5 на 5 садик. В те времена, когда еще не было машин, на таких закрытых двориках держали лошадей. Туалеты там были какие-то, еще что-то. То есть хозяйственные постройки. Кто жил в больших городах, особенно Киев, Харьков, Одесса, кто имеет частные дворы, тот знает, что там сад, какие-то огурцы, помидоры. Но здесь огурцы, помидоры никто не выращивает в своих садах. Только вот эмигранты. И в основном там цветы. Или если живут жители Африки, то в этих, допустим, садах, ну, в общем-то, настоящие мусорники. То есть все, что не забирает муцинепальная служба, вынтягивается в сад, ну, и там складируется, гниет, в общем, вот так. И когда вот сезон, особенно когда тепло, вечером открытые двери в сад, часто залетает моль, потому что моль разводится, ну, допустим, тряпки выброшены, еще что-то. И здесь моли немеряно. Вот. В других городах я такого не видел. Здесь это есть. То есть надо ставить сетки на окна. Вот сейчас проезжаем тоже одним стареньким районом. Очень маленькие, очень тесные улочки. Порой машины не разминаются. Но люди довольно аккуратно ездят, позволяют друг другу, пропускают друг друга. Очень редко, когда встречается, что люди едут нагло. Обычно это, когда люди едут на работу по утрам. Все busy, все куда-то спешат. И, естественно, манера езды отличается во времена работы. Отличаются выходные, как сегодня. Сегодня все спокойно, медленно, так немножко сонно. Много в этом году ремонтных работ. Вот. Вот эти все супермаркеты, буду переходить от одного до другого, принадлежат колоссальное количество выходцам с Индии, выходцам с арабских стран. Здесь такие, типа, максикиоски, такие маленькие супермаркеты, в которые работают. Вот представьте, у индусов одни праздники, у арабов другие праздники. И очень удобно, когда вот сегодня Петра и Павла, кажется, праздник такой. Наши вообще нигде не работают, все разбежались по церквям. А у индусов другие святые дни, и они празднуют. Поэтому люди, если не могут купить в магазине по причине праздников, ты идешь в другую общину магазина и покупаешь практически ассортимент весь тот же. Вот вы видите, возле садов, напротив домов, очень много цветов. Люди здесь очень любят садить цветы. Кроме того, муниципальная служба, там, где есть газоны, вазоны на столбах, как правило, по утрам ездит и поливает таким длинным шлангом на трубке, поливает цветы. Впереди старинный банк, которому где-то около 200 лет. Вот в таком стиле таких домов осталось после войны еще некотором количестве в Германии. Вот здесь это очень популярная сеть баров была в свое время. И вы видите, наверху все-все в цветах. Несмотря на то, что город, на первый взгляд, довольно-таки серый, невзрачный, но несмотря на эту серую невзрачность, в Лондоне огромное количество парков. Огромное количество парков. Город такой, какой-то, ну такой, ну не ветхозаветный, а какой-то, похоже, кто-то назвал его город-музей. В чем-то да, потому что здесь очень бережно относятся к тому, к тем тамам, к тому месту, где живут. И еще другая причина, что любой ремонт, любой ремонт это очень-очень дорого. Материалы стоят дешево, а вот работа довольно дорогая. Поэтому, если у вас, вот один из парков, видите, это, в общем-то, центральная часть Лондона, но огромные парки, они все ухожены, вдоль них бегают люди, ездят на велосипедах в свободное время. Это Лондон, это не окраина, это не пригород, это, в общем-то, Лондон. И полиция ходит, проверяет, смотрит. Но полиция в глаза не бросается. Обычно, когда массовые гуляния, тогда видно. Так вот, чем отличаются англичане от наших? Если я слышал от наших ребят, что, о, джинка поменяла ферранки, потому что поменяла соседка. И соседка перед соседкой пыжится, каждый пытается какие-то новые, современные чухи, одежду купить, да, для того, чтобы показаться, какие мы все крутые, какие мы все красиво и модно одетые. В Англии это тоже есть, но это небольшая прослойка общества. Обычно те, кто много зарабатывает, те там покупают, дорогие. И в основном, на эту иглу потребительства присажены иностранцы. Англичане бережно относятся к своим вещам, бережно относятся к своим домам, в отличие от многих наших. И иногда, заходя в английский дом, вы смотрите, ну, полы такие, ну, кастурбатые, да, с досок сделаны, еще что-то. А дом стоимостью в миллион или два. Есть современные дома, их, конечно, увеличивается все больше и больше, вот, но типичная Англия именно такая. Вот эти домики наверняка лет по сто. Да, вот по трубам можно посмотреть. Это около 100 лет, да? Это из дома. Да. То есть, по трубам можно определить. Вот этот на углу дом, более современный красный кирпич. Вот. И внутри, так как, в зависимости от того, ну, то есть, здесь работы строительной немерено, поэтому вся Европа и сидит сейчас здесь, занимаясь ремонтами, занимаясь восстановлением, постройкой. И так как еще в придачу ко всему кризис Англию коснулся тоже, масса людей, у которых есть деньги, вкладывает эти деньги не в побрякушки, ну, смотря кто, наверное, и как, а в ремонте домов. Потому что, если дом в хорошем состоянии и не переделан современными материалами, то есть, многие стараются покупать старый кирпич или старого вида кирпич, который дороже, чем новый, модерный, современный. Потому что, если дом содержится в хорошем состоянии и имеет вид вот этот древний, именно вот такие дома и более дорогие. Я бы, честно сказать, сравнил некоторые работы, которые даже я делаю там по декорации или еще что-то, более сравнимы с реставрацией, чем с декорацией. Я потом покажу одну из интересных работ, которая, на первый взгляд, примитивна, но вместе с тем показывает, что здесь не дешевле переделать, а довольно дорого подлампичить или подремонтировать старый дом, чем просто вырубить кусок и поставить новый. И, видите, город пустой. Первые этажи на центральных, на Хай-стрит улицах, как правило, занимают магазины. А вот, отъезжая немножко в сторону, уже полные частные дома без каких-то магазинчиков, без каких-то магазинчиков на первом этаже, потому что поток людей здесь не такой. Здесь, если ставят на первом этаже магазин, обычно на центральных улицах, они называют, ну, на торговых улицах, то есть там, где больше всего трафик. Потому что здесь нет смысла ставить никаких магазинов, вы будете убыточные. Здесь также популярно, кто имеет деньги, иметь 2-3-4 дома. Сдаются они в аренду, потому что поток людей в городе огромен, огромное количество иностранцев, так как вся Европа сидит здесь, практически нету домов. То есть не очень легко найти дом в аренду. Вот, let buy, это значит, сдается в аренду. Очередное, очередное кладбище. Вот, и мы едем боковыми улицами, для того, чтобы вы могли посмотреть изнутри Лондон. Не по центральным. Центральные все одинаковые. Я имею в виду центральные, такие как бы дороги центральные, по которым движется основной поток транспорта. А мы сейчас едем по боковым. Сейчас цветет активно липа везде. Очень много старинных, старых деревьев, которые в этом году весной много порезали, потому что если дерево падает на автомобилю, то страховые службы выплачивают полную стоимость. Ну, видимо, в зависимости от вида страховки. Мы сейчас опять выезжаем на одну из таких улиц артерий. Вот, но, как я уже сказал в одном из фильмов, что когда здесь полно движений, если вы знаете хорошо Лондон, а Лондон очень тяжело хорошо знать, или, допустим, вы ездите по одной и той же самой дороге, то вы уже знаете все боковые улицы, стараетесь объезжать. Ездить тут нужно аккуратно, потому что второй раз в этом году оплачивают штраф, и, ну, как бы не очень приятно. К счастью, практически никого не видно. Это уникальная возможность, что можно посмотреть город, не закрытый автомобилем. И вот развивается английский флаг, красный крест на белом фоне, и мы едем вот по такой уличке. Сейчас будем выезжать на индустриальную улицу, на которой находится такой своеобразный бизнес-центр. Да, недалеко мы от... Вот здесь, Уимблдон стадион. Но это не тот стадион. Это совсем другое. Здесь, вот видите, Викс, строительный магазин. Здесь магазин Ваукс Холла, это копия Опеля. Классные машины, классные условия. Это магазин строительной керамики. Вот такие дома. Это уже не муниципальные. Это такие, в общем-то, ну, ассоциации, типа кооперативов. Вот. Но содержание таких домов довольно дорогое. В этом районе мы проехали, были классные автомагазины. Вот. И дальше продолжаем свое движение. Поснимаю пока для того, чтобы вы видели. Вот в сторону Уимблдона эта дорога, там, где матчи сейчас происходит. Ну, я не хожу на Уимблдон. На все нужно время. Здесь настолько много всяких разных аттракционов, что, ну, те люди, которые с деньгами, да, они могут их посещать, жить другой жизнью. Но если ты здесь живешь, ты должен думать о том, чтобы работать. Вот. Некоторые из моих клиентов довольно состоятельные. И несмотря на то, что они как бы хорошо зарабатывают, они все равно понедельник, пятница, работают иногда субботу. Вот. И англичане отличаются от наших тем, что если нету в государстве работы, они, конечно, здесь поднимают бучу, требуют, выводят людей на демонстрации. И правительство, как белочки в колесе крутятся, думают, как обеспечить. Если правительство не может обеспечить людей работой, значит, такие люди получают какие-то помощи, небольшие здесь. Ну, это помощь. Допустим, вот какой-то нерусский с Африки заехал с другой полосы, вот так заехал немножко по-наглому, ну, может, заблудился. Но, как правило, африканцы ездят очень так, неаккуратно. Не все, но очень многие. Вот. Сбился с мыслей. То есть, здесь люди из-за того, что жилье очень дорого, вынуждены работать. Очень многие англичане влазят в кредиты, а кредиты здесь конкретная кабала. Как везде банки думают, как нажарить, как кинут людей. Вот. Но здесь у вас дом просто так не заберут. Хотя, всякие варианты бывают. Вот. Вот так называемый self-storage, это места, в которых вы сдаете на хранение свои вещи, для того, чтобы их не держать дома. Вот. И платите за это деньги, кто 100, кто 200 паундов, за малюсенькую такую коптерочку в месяц, для того, чтобы не держать это дома. Ну, кто-то держит, кто-то не держит. Вот такая маленькая уличка с кафешками, с ресторанами, а мы едем дальше, по традиционному Лондону. Сегодня пока мало велосипедистов, где-то все разъехались. Вот видите, другой вид домов, другой так называемый shape домов. Совсем по-другому выглядит. Выступающиеся окна со своим характерным дизайном. Лично у меня в этом году такое ощущение. Сейчас лето, но чувствуется осень. Дождей немного, и на многих деревьях опадают листья. В некоторых местах зеленые, в некоторых местах наметено даже пожелтевших листьев. Напомню, все-таки июль. Вот еще такое довольно опасные ограничители, которые не пускают грузовой транспорт по этим улицам. Поэтому иногда мы ездим вот такими улочками, ну, в рабочие дни, для того, чтобы не ехать вместе с грузовым транспортом. Потому что если грузовой транспорт лазит по улицам, значительно дольше вы едете. И грузового транспорта здесь очень много в рабочие дни ездить. Ну, то есть город бурлит, активная жизнь. Очень популярны такие кирпичные заборы. Но не глухие. В многих домах нету штор в квартирах. То есть вы иногда, проходя по очередной ограничитель, вы иногда, проходя по улице вечером, не видите штор на... не зашторены окна. Люди живут своей жизнью, потому что, если человек работает, платит налоги, ну, ему как бы и скрывать нечего. А у нас каждый хочет зашиться за высоким забором, за шторками, ну, потому что страна живет по... Уимблдон-Хай-стрит. Ага. Это мы сейчас в районе Уимблдона. Вот даже там ракетки везде в какой-то магазине висели. Да. Здесь недалеко, именно от Уимблдона, там, где проходят матчи. Ну, это специфически довольно дорогой район. Вот. То есть люди здесь особо не шифруются, ни богатые, ни бедные. Вот смотрим любой дом. Смотрите. Штор нету. У нас бы тут был двухметровый или трехметровый забор. Шторы плотные, задвинутые. Ну, скажу, наверное, еще потому, что лично у меня двое из друзей были застрелены в открытые окна. Ну, в мутные девяностые годы. Здесь этого нету. Здесь правительство всеми своими ресурсами защищает своих граждан и о них беспокоится. Вот в этом Англия, Великобритания отличается от наших постсоветских стран. От старых людей я слышал о царской России. И у меня складывается впечатление, что именно царская Россия была примерно вот такая. Открытая, доступная, работоспособная. Ну, коррупция уничтожила Великую империю. А вот Британская империя в том виде усеченном, который она есть, пока до сегодняшнего дня существует. Вот. После Второй мировой войны Британия потеряла колоссальное количество колоний. колонии стали независимыми государствами. Много было в Африке, много было где-то там еще в непонятных островах. Естественно, Индия и страны получили независимость. Но парадоксально, что всем бывшим колониям Великобритания разрешает приезжать сюда без виз. Империя изменила стиль управления, но продолжает оставаться империей. То есть, если вы житель Ямайки, пожалуйста, эмигрируйте, переезжайте жить в Лондон, и вы имеете все юридические права. Вы, мало того, не меняете ни права, но только регистрируйтесь своеобразным образом, и все. У нас же, когда развалился Советский Союз, каждый бандит построил свою бандитскую страну, внутри которой в бандитской стране каждый регион содержит большие, маленькие, средние бандиты. То есть, система татаро-монгольского управления, когда баскаки правили своей страной, принося пахану свою долю и выжимая из народа то, что считали выжимать. Вот. Вот это разница. Если у нас принципы бандитского управления, полного беспредела, то здесь выработанная столетиями система управления все-таки позволяет простому, обычному жителю, гражданину Британии, или, допустим, британцу, может быть, бывшему иностранцу, находиться в рамках того закона, который здесь установлен правительством. А поверьте мне, что прежде всего британское правительство, включая монарха, заботится о каждом гражданине, каждом жителе империи. Потому что, чем богаче живет житель империи, тем больше возможностей у него платить налоги, содержать место, в котором он живет, давать работу тем же работникам, которые приходят. Это все обеспечивает вот эта британская система управления, своеобразный высший менеджмент, который когда-то здесь был принесен римлянами, потом был такой здесь период 500, темные времена, темные времена были, так называемые, с 500-го по 1000-е года, потом начала устанавливаться здесь монархическая система управления, когда мелкие группы мелких феодалов постепенно укреплялись и постепенно это все трансформировалось в Британскую империю. У нас же на сегодняшний день все, что происходит, похоже, что мы удалились на тысячу лет в глубь истории и вот живем так, как живем. Вот такой кратенький, почти кратенький репортажик на сегодняшний день я подвожу к концу, мы сейчас выехали на магистраль А3 и по магистрали есть у меня фильмы, которые я снимал, вы можете посмотреть. 50 миль ограничений, 75 километров. Довольно все ухожено, довольно все классно. Вот мотоциклист едет, куда-то спешит. Может нет. пойдем к этой станции. Все, с вами был Константин Перевуда, канал Кунпере, подписывайтесь, смотрите, занимайтесь активной, занимайтесь активными вопросами, на которые я буду отвечать, потому что лучше и дешевле посетить страну, допустим, с помощью вот таких фильмов, и это намного дешевле, посматривая такие репортажи и фильмики о жизни в Великобритании на сегодняшний день, вы будете иметь четкое представление, что это за страна, и можете спланировать свой визит, четко зная, что бы вы хотели посмотреть, и что вам интересно. Все, с вами был Константин Перевуда, канал Кунпере, оставайтесь, смотрите, подписывайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!